В Центральном районном суде Тула оглашен приговор бывшему заместителю председателя комитета Тульской области по развитию туризма Александру Душакову. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде четырех лет в колонии общего режима. Александра Душакова взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Продолжение следует... Нам не дали возможности не просто сказать свое слово, не просто представить какие-то доказательства. Мы вышли к оглашению приговор абсолютно обнаженными. Кроме доказательства обвинения у суда не было никаких иных ни документов, ни доказательств обратного. Это не дало нам возможность не просто доказать свою позицию, которая привела бы к оправдательному приговору, но и не дало нам возможность как минимум снизить объем обвинения. Ни один эксперт, которого мы пытались привлечь к участию в деле, не был привлечен. Наши доказательства на этапе предварительного расследования уничтожены. Поясните. При задержании мужа у него было изъято устройство, в памяти которого сохранилось большой объем информации. И это устройство вещественным доказательствам признано не было, и мужу вернули. И в период нахождения этого устройства у Следственного комитета с него исчезла информация, что мы подтвердили не голословно и не словами, а заключением эксперта, которое также не было положено во внимание суда. И я повторюсь, мы вышли абсолютно обнаженными, без единого доказательства. И все, на что мы могли рассчитывать, это привлечь свидетелей и экспертов, в допуске которых было отказано. Я аналогично тому, как я сегодня плечом к плечу стояла со своим мужем при оглашении приговора, я точно так же подбирала своим плечом его в каждое судебное заседание, начиная с декабря 2017 года и до сегодняшнего дня, до весны. И мой муж от одной весны до другой провел дома с прогулкой в один час. И мы считаем, что сегодня торжество несправедливости. Естественно, мы будем идти дальше, конечно, будем продолжать жить. И будем обжаловать этот приговор, безусловно, в суде второй станции и дальше, вплоть до международных правозащитных организаций. Мы считаем этот приговор абсолютно несправедливым, но до последнего надеялись на оправдание. Суд признал Душакова виновным по всему объему предъявленного обвинения. Та квалификация, которая дана судом действием Душакова, та мера наказания, которая назначена судом, в полной мере соответствует позиции, изложенной государственным обвинителем, то есть мной, с прения к сторонам. Приговор является справедливым. Сергей Стариков, Телетула.